Поэтому включаю запись. Добрый вечер еще раз. Меня зовут Наста Лойко, я правозащитница. И мы традиционно делаем недели за равенство и инклюзию. Это уже очень, не знаю, какая по счету неделя, которую мы проводим. И в этом году никогда сложно понять, насколько актуальна тема, насколько ли мы готовы приходить и разговаривать про ценности. Но нам самим важно продолжать этот разговор. И поэтому мы очень хотим поговорить с вами сегодня про ценности прав человека, про то, как они зарождались, появлялись и дошли к нам в определенном виде. И на самом деле это немножко цикл мероприятий в рамках недели, который проходит сейчас под лозунгом «Неравенство права человека», поскольку новые изменения очень сильно нас всех затронули. И нам хотелось поговорить про то, про ценности, во-первых, сегодня у нас мероприятия, завтра у нас будет лекция про то, как появились непосредственно сами феномрайд и стали уже юридическим документом. И 18 марта, в пятницу, у нас будет семинар, связанный с тем, как права человека влияют на военные конфликты, насколько они взаимосвязаны. Поэтому для нас это такой небольшой цикл. И еще есть дополнительные мероприятия. Информацию про них можете тоже увидеть в анонсе, на нашем инстаграме, тематическом посвященном неделе. И можете предлагать какие-то свои активности. Мы всех приглашаем присоединяться. Мы ждем от вас тоже тематических постов на эту тему с определенными хэштегами. Это все есть в анонсе. Сюда в комментариях тоже напишу. И сегодня я очень рада, что мы открываем неделю именно таким мероприятием. Сегодня у нас лекцию будет проводить философка Ольга Шпарага. Лично я очень люблю Ольгу, много сотрудничаем. И очень важно, что есть такой интеллектуальный вклад в наши темы, то, чем мы занимаемся, что есть всегда на кого сослаться и какие книжки показать. Поэтому рада, что сегодня у вас будет возможность услышать важные тезисы не только в рамках, например, курса «Социальный экологик», который мы когда-то вместе проводили, но и на более широкую аудиторию. Поэтому я передаю тебе слово и можешь про себя еще немножко рассказать, чтобы люди больше знали и понимали. Да, Наста, спасибо большое. И спасибо за приглашение прочесть эту лекцию. Что-то случилось? Слышно меня? Слышно меня? Да, вас слышно. Да-да-да, потому что вдруг звук включился. Я философ, как Наста уже сказала, и в настоящее время нахожусь в Берлине, в таком исследовательском центре, который называется «Висеншахтс коллекцию Берлин». И что еще могу я себе сказать, что я вхожу в фем-группу Координационного совета и до сих пор занимаюсь интересами, правами женщины. Как-то стараюсь помогать в разрешении вместе с другими коллежанками тех проблем, с которыми женщины сталкиваются, прежде всего, белорусские женщины. Ну и пытаюсь еще как-то в сфере образования чем-то заниматься, чтобы также помогать отстаивать права в этой сложной ситуации преподавателей, учителей, студентов и студенток. Ну и что касается этой темы, прежде чем перейти к слайдам, подготовила некоторые слайды, но надеюсь, что я не буду непрерывно рассказывать, а как-то немножко буду перебивать какими-то вопросами, вашими ответами. Я бы хотела сказать, что это будет не просто лекция, разговор о важных понятиях, а я хотела бы, чтобы вот эта лекция, этот разговор сыграл роль такого эмпауэрмента, придания вам сил, поскольку эти понятия, которые мы с вами будем обсуждать, которые образуют идейный контекст концепции прав человека, понятие свободы, равенства, справедливости, человеческого достоинства, все эти понятия осмысления, осмысление их позволяют нам осмыслить и самих себя, да, и как мы с вами увидим, с одной стороны, как хрупких существ, потому что человеческое достоинство все время находится под угрозой, да, не случайно возникла концепция прав человека, чтобы стоять на страже человеческого достоинства. С другой стороны, когда мы разбираемся с тем, что такое человеческое достоинство и передаем не только юридическую форму правам человека, да, и человеческому достоинству, но и идейную форму, мы понимаем, сколько ресурсов связано с пониманием человеческого достоинства, защитой его, с обсуждением наших свобод, справедливости, равенства и солидарности. Я очень надеюсь, что это наше с вами обсуждение тоже такую роль сыграет, да, что вы, поможет вам самих себе найти ресурсы. Сейчас тогда я открою презентацию. Вот, и как было заявлено в анонс-фелекции, мне хотелось бы очертить контекст возникновения концепции прав человека, не заходя очень далеко, да, потому что, что касается вообще обсуждения содержания и происхождения прав человека, то книжки пишутся до сего дня очень активно и ведутся споры о том, где же истоки прав человека, да, причем права человека понимаются и как юридические права, и как моральные права, да, про это есть большие дискуссии, в какой мере вы должны говорить о моральном смысле, о правах человека. И мне не хотелось бы доходить до античности, средних веков, такие дискуссии ведутся, хотелось бы обратиться, начать, да, с Великой Французской революции, но затронуть не только, но очень коротко декларацию прав человека и гражданина, но и перейти затем от этой декларации к дискуссиям о человеческом достоинстве, которые на самом деле возникли, это понятие Велкант, в то же время, когда, чуть раньше, в общем, в то же время обсуждалось это понятие, когда возникла декларация, французская декларация прав человека и гражданина, и затем мне хотелось бы в своей лекции показать, как вот те понятия, которые мы находим в декларации прав человека и гражданина и понятия человеческого достоинства поменялись в 20 веке, поскольку был очень важный момент, и многие исследователи говорят, что он был решающим для того, чтобы произошла кодификация концепции прав человека, возникла всеобщая декларация прав человека, то есть случилась Первая, Вторая мировая война и Холокост, ну и вот хотела такую вот небольшую связку сделать, не уходя в очень длительную историю от французской революции через трагедию Холокоста к каким-то современным дискуссиям пару слов о них сказать. Почему Великая французская революция, в чем ее важность, как я уже сказала, не только важность в том, что в результате Великой французской революции возникла декларация прав человека и гражданина 1789 года, которая вместе с американским Биллем о правах 1791 года стала важнейшим шагом на пути современного понимания прав человека, придав идеи свобод, прав и свобод личности юридическую форму, то есть до этого у нас не было изложения прав личности, политических прав в документе, как часть универсального национального законодательства, но важно не только это, не только поэтому мы обращаемся к Великой французской революции, и второй важный момент – это то, что и подготовка, то, что делалось с философами, интеллектуалами, как мы сегодня бы сказали, накануне Великой французской революции, просвещением, то, что мы называем, и те дискуссии, которым дала толчок Великая французская революция, они создали новый идейный контекст, в частности, который нашел выражение в идее свободы, равенства, братства, который сохраняет свою значимость до сего дня. И этот идейный контекст, он также значимость сохраняет, и в то же время эти понятия уточняются. Сегодня, к примеру, одним из вариантов свободы, равенства, братства является свобода, равенство и сестринство. И мы знаем какие-то другие версии. И вот этот идейный контекст, он также очень важен для того, чтобы понять, как дальше, как в 20 веке происходило развитие концепции прав человека и ее оформление во всеобщей декларации прав человека. Ну, если говорить о Великой французской революции, о каких-то таких очень общих идеях, которые, наверное, как-то ассоциируются с Великой французской революцией, важнейшие завоевания, то, конечно, Великая французская революция связана с переходом от абсолютной монархии к республике или республиканской формы правления. И в рамках республиканской формы правления именно граждане, как субъекты прав, начинают определять, как им жить, как им жить в разных сферах, политической сфере, экономической сфере. Заявляется то, что у граждан есть свободы и права, чтобы определять, как жить в своем государстве, что больше не монарх спускает им, как подданным эти правила и законы. И это важнейшее завоевание. И, в общем-то, можно сказать, за республику мы продолжаем борьбу до сего дня. Мы до сих пор в разных формах отстаиваем свое право на то, чтобы определять законы, по которым мы хотим жить. Это не всегда просто. В разных странах с разными мы сталкиваемся, к сожалению, препятствиями. И возникают узурпаторы, которые забирают у нас эту возможность определять, как нам жить. В связи с этим Великая Французская революция связана с тем, что был положен конец произволу властей и возникла идея народного суверенитета и политических прав. Это также было связано с тем, что были устранены сословные привилегии, сословное неравенство, сословные иерархии. То есть для того, чтобы стало возможным перейти от подданных статусу граждан, необходима была новая идея равенства. И она была связана с тем, что сословные привилегии были поставлены под вопрос. Ну и что касается равенства, сейчас еще немножко дальше о нем поговорю, то ключевым понятием, с которым связывают, ключевым определением равенства в Великую Французскую революцию, это равенство всех перед законом. Ну и равенство, коррелирующее с ним важнейшее понятие, которое связано, которое является основой для концепции прав человека, это права личности, они также были закреплены в Декларации прав человека и гражданина, права личности или гражданские права. Как я уже сказала, ключевой документ, который одобрило учредительное собрание 26 августа 1789 года, это была Декларация прав человека и гражданина, и в этой Декларации было заявлено, что люди рождаются и остаются свободными и равными в правах, естественными, неотъемлемые права, это права человека на свободу, собственность, безопасность, и сопротивление угнетению, и также закреплялись свободы слова, печати, вероисповедания и упразднения сословий и титулов. Ну и, как я уже сказала, кроме провозглашения и внесения этих прав и свобод в Декларацию прав человека и гражданина, у Великой Французской революции был более широкий идейный контекст, который до сих пор мы связываем и лозунг «Свобода, равенство, братство», который до сих пор нас воодушевляет. Это девиз, который появился в 1790 году, связывается с Максимилианом Робеспером, одним из влиятельных французских революционеров, и в Декларации прав человека и гражданина в разные годы свобода состоит, определяется, как возможность делать все, что не наносит вреда другому, равенство, как я уже сказала, прежде всего, как равенство перед законом. Все граждане равны перед ним и поэтому имеет равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям, сообразно их способностям и без каких-либо различий, кроме тех, что обусловлено их добродетелями и способностями. И, наконец, свобода и равенство оказалось недостаточно, необходимым оказалось еще одно понятие, понятие братства, определение которого можно найти такое также в Декларации прав человека и гражданина «Не делай другим того, что не хотел бы получить сам, делай по отношению к другим такие благие поступки, какие хотел бы чтобы делали по отношению к себе». Ну и в связи с этим возникает вопрос, почему именно третье понятие, почему понятие братства также важно. и можно сделать вывод, что понятие братства выражает, является такой связующий и создает контекст для того, чтобы свобода и равенство были реализованы. То есть выходит, что без того, что мы будем уважать свободу и равенство друг друга и помогать друг другу во втором определении братства, делать по отношению к другим такие благие поступки, какие хотел бы по отношению к себе. По существу, это формула солидарности, помогай другим в реализации их свободы и стой на страже обеспечения равенства. То есть, в общем-то, понятие братства переносит нас в контекст общества, в котором и должны реализовываться свободы и равенства. То есть, свобода и равенства реализуются уже не богом, и хотя речь в Декларации прав человека и гражданина идет о естественных правах, все равно через это понятие братства становится понятно, что, хотя эти права естественны, все равно их защита и реализация невозможна без общественной солидарности. И понятие братства выражает эту общественную солидарность. Братство должно стоять на страже получается и в Декларации прав человека и гражданина. Ну и тем не менее, если мы критически взглянем на Великую Французскую революцию, на идею свободы, равенства, братства, то у каждого из этих понятий были свои ограничения, и даже в определении свободы и равенства мы видим, что это неравнообъемные понятия. И, к примеру, в прямом смысле, братство предполагает прежде всего поддержку друг друга мужчинами. И не случайно это понятие выбрано не случайно, да не понятие солидарности, а понятие братства, потому что женщинам действительно было отказано в тех фундаментальных правах, о которых заявляет всеобщая Декларация прав человека и гражданина. И если первоначально это ограничение женщин в правах не было конкретизировано, то в Конституции 1791 года она была закреплена, поскольку в ней произошло разделение всех граждан на активных и пассивных, женщины были отнесены ко вторым, и на этом основании лишены права избираться и быть избранными. И, как вы знаете, женщинам понадобилось приложить немалым усилий и участвовать в борьбе за свои права длительное время. Женщины продолжают участвовать в борьбе за свои права, сегодня уже как участвуют за реальные права. То есть сегодня практически по всему земному шару у женщин есть право избираться и быть избранными, но в обществе существует огромное количество преград для того, чтобы женщины могли реализовать эти права и становиться президентками, депутатками. И поэтому можно сказать, что вот эта свобода, это равенство до сих пор в обществе распределены неравномерно. Ну, вот это такая рамка, которая свободы, равенства и братства, которая сыграла очень важную роль. в том, как определялись права человека в дальнейшем, но возникло еще одно понятие, понятие человеческого достоинства, которое играет принципиальную роль для всеобщей декларации прав человека, всеобщая декларация прав человека 1948 года начинается с упоминания человеческого достоинства, и в связи с этим возникает вопрос, почему появилась необходимость в этом понятии. Тут я хотела бы вас спросить, прежде чем рассказать, как это понятие определялось, и потом посмотреть, как оно менялось, и вслед за ним, как поменялись понятия свободы, равенства и братства, хотела бы узнать, что вы думаете, почему дополнительно к свободе, равенству и братству философы размышляли в тот же период о понятии человеческого достоинства, и countryall это понятие. Что вы думаете? Не знаю, мне пока презентацию скрыть, Наста, как ты думаешь? Просим только спустить слайды, чтобы не было часть вот это слева, но это удобнее, но не страшно. Окей, окей, да. Можно сделать режим такой, чтобы и всех немножко видеть. Да, 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 хорошо, да, я вижу. Ну что, у кого есть какие идеи, почему понятие человеческого достоинства появилось уже тогда, и что оно привнесло, какую роль должно было играть, почему недостаточно было свободы, равенства и братства, братства как формы солидарности. я тоже читаю, что ценилось, окей, а как вы думаете, да, 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 тогда же было достаточно популярным началось обсуждение этичности, и мне кажется, что в этом аспекте тоже могли рассуждать в эту сторону. То есть о свободе нужно было как-то более радикально этически, не только, чтобы она выражалась в этих конкретных свободах, но как-то еще какое-то более радикальное понятие сформулировать. Окей. Ну что, нет идеи на этот счет? Ну хорошо, тогда я надеюсь, что мы как-то с этим разберемся. Так, сейчас чатик, скрой чатик. Так, так, что-то у меня зажали слайды. Значит, когда появляется, как я уже сказала, в тот же самый период появляется понятие человеческого достоинства, появляется оно в работе Канта основы метафизики нравственности, и как можно, мне кажется, можно объяснить идея французской революции, того, что суверенитет, сувереном теперь является народ, то есть граждане через различные политические органы, собрания решают, как им жить, по каким законам, и отстаивают затем через политический порядок свои права и политическое устройство, которое они установили. Это идея просвещения, эту идею отстаивали философы на протяжении 100 лет перед Великой Французской революцией, и это идея того, что именно общество, люди снизу, поддерживая друг другу, должны быть законодателями, Кант это называл самозаконодательством, и для того, чтобы люди были такими самозаконодателями, недостаточно того, чтобы они были свободными, равными, друг друга поддерживали, должен быть в них еще какой-то источник вот этой силы, которому можно было бы ссылаться, и который бы позволял каждый раз не объяснять, что такое свобода, почему важно равенство, почему нужна солидарность, а человеческое достоинство, это то, что нам лишний раз дополнительно усиленно доказывает, что люди способны устанавливать законы, и для этого им нужно бороться за свою свободу, равенство отстаивать и помогать друг другу, идеалы братства отстаивать. То есть еще раз эта идея человеческого достоинства оказалась такой связующей, свободы, равенства и общества, общественных усилий, она должна была объяснить, что люди могут и должны черпать силы в самих себе и в помощи друг другу, и Кант сформулировал, что как мы будем эти силы черпать, мы можем их черпать, если будем уважать человеческое достоинство, уважать личности, свою собственную личность и личности друг друга. Что же, как же Кант предложил нам компетизировать человеческое достоинство, и это тоже определение, которое до сих пор, эти два определения, приведенные Кантом, которые до сих пор используются в самых разных документах, философских текстах, как-то там уточняются, но до сих пор являются таким каркасом осмысления, определения, что такое человеческое достоинство. Первое определение Канта связано с тем, что ни один человек не должен рассматриваться как средство для достижения каких-то целей, все люди должны рассматриваться и как цели для самих себя и для других, то есть мы не можем ни государство, ни какие-то группы людей, ни конкретные люди не могут в своих интересах использовать других людей, подавляя их, унижая, подчиняя своим целям, либо насильственным путем, либо путем манипуляций. Все это означает, что мы превращаем других людей в средства, в объекты, а это недопустимо, поскольку это есть унижение человеческого достоинства. Люди всегда цели для себя и друг для друга. Второе важное определение это то, что люди должны пониматься, понимать самих себя из перспективы внутренней ценности. Внутренней это значит неотъемлемый, каждый из нас цена и это невозможно. Ни я должна себе не позволять это делать, ни другим людям не позволять отрицать, что у меня есть эта ценность. Это понятие внутреннее значит. И ценность Кант противопоставлял ценность цене и говорил, что ценность в этом смысле это то, что нельзя сравнить. Но в то же время это такое измерение, которое в нас нельзя сравнить, но в то же время в нас есть измерение, которое он обозначал ценой, которая сравнима. Например, когда мы выставляем на рынке труда свои способности, свои навыки, предлагаем за такую-то цену совершить такую-то работу, то наше образование, наши способности сравнивают со способностями других людей и Кант полагал, что это нормально, мы никуда не денемся от этого измерения сравнения, но к этому измерению нельзя сводить людей, что мы всегда больше вот этого измерения в нас, которое можно сравнивать, в нас есть несравнимые измерения, и получается, еще раз, возвращаясь к моему первому тезису, зачем человеческое достоинство, что именно в этом понимании самих себя как целей, как внутренней ценности, мы черпаем силы для того, чтобы действовать, для того, чтобы уважать не только себя, но и других людей, для того, чтобы быть солидарными, то есть получается, если мы превращены в средства и объекты, или всего лишь в предмет для сравнения, то мы находимся во власти институтов, других людей, в малой степени распоряжаемся самими собой, в малой степени определяем свою собственную жизнь, и понятно, что у нас нету, наши силы убывают, то есть мы можем оказаться в такой ситуации, что нам очень сложно сопротивляться, что мы практически полностью находимся во власти других людей или институтов, не хотим подчиняться, но не можем найти ресурсов, чтобы освободиться, на что Кант говорил, что даже в этой ситуации сохраняется человеческое достоинство, даже в этой ситуации мы сами, другие люди должны бороться за то, что мы вышли из состояния угнетения, и как Кант это обосновывал, и вот тут мы возвращаемся, обращаемся к идее гуманизма, потому что концепция прав человека отсылает нас к идеям гуманизма, Кант полагал, что это заложено в человеческой природе, что мы способны справиться с угнетением, способны пробиться к нашему человеческому достоинству, потому что мы, с одной стороны, разумные существа, с другой стороны, мы делены волею, и наша задача состоит в том, чтобы наложить на себя долг, сказать, что мы должны бороться за свое собственное достоинство, и Кант полагал, что определял вот эту позицию, когда мы начинаем бороться с собственным достоинством как автономию, и это тоже такое важное понятие, которое принадлежит вот этому контексту прав человека, концепции прав человека, то есть автономные, когда мы становимся автономными существами, мы не поддаемся влиянию других людей, сопротивляемся тому, что другие люди определяют за нас, как нам жить, тогда вот эта автономия помогает нам уважать самих себя и уважать друг друга. Ну и Кант, за что Канта можно упрекнуть, он полагал, что в общем индивидуальное мужество и решительность нужны для того, чтобы выйти из этого состояния угнетения, стать автономными, открыть в себе человеческое достоинство, конечно, после этого на протяжении последующих двухсот лет философы много размышляли, сколько нужно разных практик, институтов, культурных образцов для того, чтобы мы могли сами выходить из состояния угнетения, помогать друг другу, это не так просто, но сама идея, что в каждом из нас есть измерение цели и несравнимой ценности, сохраняет свою значимость и является таким ориентиром для борьбы с угнетением, с дискриминацией, с исключением. Ну и если еще последнее, что сказать об этом кантовском словаре, то есть Кант полагал, что автономия, мы должны освободиться от принятия решений за нас другими, начать принимать решения самим, мы становимся автономными благодаря этому, мы открываем себе человеческое достоинство, и Кант полагал, что мы становимся личностями, в строгом смысле личность это человеческое существо, наделенное достоинством, но по Канту, так как это внутренняя ценность, всякий человек наделен достоинством, просто человек может находиться в таком угнетенном состоянии, что не может жить, не может жить, понимая себя как несравнимую ценность, как цель, подчиняется другим людям, но тем не менее Кант говорил, что устранить это измерение нельзя, нужно стремиться быть автономными существами для того, чтобы утверждаться как личность. так как у нас время идет, классические определения помощь, как Кант различал цель и средства, определял человеческое достоинство, ну да, к примеру, когда Кант говорил о внутренней ценности, это у нас достоинство, как я уже сказала, оно не сравнимо, а вот рыночная цена или эффективная цена это то, что позволяет отличить, да, вот в нас несравнимая внутренняя ценность в качестве примера, ее Кант приводил верность обещанию или действия из принципов, ну вот, а когда мы живем, например, в соответствии с тем, что наши способности оцениваются, да, или когда мы действуем в соответствии со страстями, а не поступаем из принципов, то тогда уже мы рассматриваем себя не как ценность, внутреннюю ценность, а как средство, да, подчинены своим страстям, да, получается, мы находимся во власти страстей, или мы находимся во власти рынка, да, или оценок других людей, и Кант полагал, что это неизбежно, да, но считал, что к этому человеческое существование не сводится, и мы должны стремиться, это наш долг, да, бороться за наше человеческое достоинство, за то, чтобы себя понимать как цель и несравнимую ценность. Ну, и следующий, следующий сюжет, да, вот, третий сюжет, это то, как происходило, как пересматривалось, да, понимание человеческого достоинства и прав человека в 20 веке. Ханна Ааринт была одной, и остается одной из ключевых авторов, которая задалась вопросом о том, что происходит с человеческим достоинством и правами человека в ситуации революции, войны, полагала, что 20 век это век войн, который требует того, чтобы мы переосмыслили ключевые понятия и в том числе по-новому взглянули на права человека и человеческое достоинство. И Ханна Ааринт в своей книге об истоках тоталитаризма, а также в книге «Банально зла», посвященную одному из преступников национал-социалистской Германии Эйхману, она показала, что права человека, что человеческое достоинство, что люди могут, что мы можем оказаться в такой ситуации, что нам будет предельно сложно защищать свое достоинство, понимать себя как цели, как ценность, и полагала, что эта ситуация создана современным современным государством и может поддерживаться современным обществом. В последующем философы в XX веке также развивали эти идеи, что тоталитарные государства, как раз их идея в том, чтобы нас превратить в объекты, в свои инструменты. и в связи с этим Ханна Адинта задавалась вопросом, а что же с правами человека происходит в этой ситуации и пришла к выводу, что в ситуации XX века до Первой и Второй мировой войны Холокоста мы столкнулись с парадоксом прав человека и концепция прав человека в той версии, в которой она существовала до всеобщей декларации прав человека потерпела свой крах. Ну вот в качестве какой-то такой рекомендации, поскольку если кто-то с творчеством Ханны Адинт не знаком, ее идеями, хотя ее книжки это такая, можно сказать, практическая философия, это также книги, которые с историческим контекстом позволяют познакомиться, то есть не такая высокая философия, которую сложно читать, как Эмэнуэл Кант, но тем не менее мне кажется, что таким хорошим видением в творческах Ханны Адинт является фильм Маргариты Фонтротта 2013 года Ханны Адинт, Ханны Адинт, который называется, и вот из таких недавних фильмов, мне кажется, об этом контексте антисемитизма и опять, да, французского общества, как на новом, на новом этапе уже в 20 веке, какие процессы дискриминации, ущемления прав происходили, это фильм Романа Поланского «Офицер и шпион», чтобы как-то от Ханны Адинт, ее книг, которые были написаны еще там, в середине 20 века, перенести современность, но тоже, на тот же исторический процесс, взглянуть новыми глазами. Ну и парадокс прав человека, который Ханна Адинт сформулировала, и, ну, можно сказать, да, и парадокс прав человека, который приводит к тому, что человеческое достоинство оказывается унижено и очень сложно восстановить, вернуться к человеческому достоинству, восстановить в себе и в других людях его поддерживать. Парадокс этот, она связалась с тем, что вот в этот период, в период Первой мировой войны, межвоенный период, между Первой и Второй мировой войной, в результате распада ряда империи, Австро-Венгерской империи, Германской империи, Российской империи, Османской империи, возникли нишинства, стали возникать новые государства, в которых представители титульных наций отказывали тем, кто представлял меньшинство. И эти так называемые меньшинства сначала превратились в представители этих меньшинств в безгосударственных людей, затем в лишних людей. И вот своего апогея эта ситуация безгосударственных и лишних людей нашла в судьбе евреев, прибежищем которых в этой ситуации безгосударственности оказались концентрационные лагеря. И национал-социалисты фашистская Германия использовала эту ситуацию. Ситуацию, с одной стороны, того, что в обществе стало, в обществах стало возможным такая дискриминация, отказу ряду людей в фундаментальных правах, с другой стороны, благодаря идеологии, собственно, идеологии национал-социализма, расизму, теориям расизма, удалось довести эту идею, что есть лишние люди, да, можно людей превращать в лишних до своего апогея. И парадокс прав человека Ханна Айленд выражала в том, что вот как раз в тот момент, когда права человека должны были работать, когда представители этих меньшинств в новых национальных государствах искали возможности для своей счастливой жизни в новых государствах и не могли ее найти, не могли найти себе нового дома, в этот момент права человека должны были сработать, поскольку права человека защищают людей как людей, а не как представителей национальных государств, права человека отказали, то есть Ханна Арен пришла к выводу, что надо на это реагировать, права человека отказывают, потому что нет тех, кто стоят на их защите, и национальные государства могут, представители национальных государств могут отказывать людям в правах, поэтому нужно на это реагировать, поэтому нужны новые практики, новые механизмы, новые институты для того, чтобы действительно защищать права человека, то есть ни Лига нации, ни договора о меньшинствах эту роль не выполняли в межвоенный период. И Ханна Арен затрагивая вот эту ситуацию, ситуацию бесправия, в которой оказались евреи в концентрационных лагерях, затрагивала также понятие человеческого достоинства. Она в книге «Истоки тоталитаризма» проанализировала, пришла к выводу, что происходила вот эти лишние люди, дегуманизация лишних людей происходила таким трояким образом, тройным образом. На первом шаге люди уничтожались как субъекты права, то есть евреям отказывали в их правах. Где могут люди, у которых нет прав находиться, для них создается такое пространство специальное, где они существуют за пределами права. Но этого было недостаточно для того, чтобы дальше подвергнуть дегуманизации людей. Ханна Арен анализирует, что происходило в концентрационных лагерях, и приходит к выводу, что происходило разрушение людей дальше, как моральных, нравственных субъектов. Когда узники концентрационных лагерей к преступлениям принуждались, к доносам друг на друга или к выбору между тем, кто из твоих друзей или родственников погибнет. И это был такой разрыв межчеловеческих отношений. Но Ханна Арен полагала, что самая глубокая еще ступень осуществлялась в концентрационных лагерях – это уничтожение человеческого достоинства. И, в общем, это проявлялось в том, что люди, узники концентрационных лагерей переставали выстраивать отношения с самими собой, заботятся о самих себе. И, в общем, когда люди попадали в такое состояние униженного человеческого достоинства, Джорджо Агамбин, затем современный итальянский философ, подхватил эти идеи Ханны Арен, развивал их, говорил, что это было такое состояние ни жизни, ни смерти, между жизнью и смертью. И, в общем, это был такой, следующим шагом была смерть, поскольку долго в этом состоянии находиться невозможно. Ну и возникает вопрос, вот Кант размышлял о том, что человеческое достоинство – это внутренняя ценность. Мы должны уважать человеческое достоинство в самих себе, в других людях, и что нам нужно мужество и решительность. Мы можем в любой сложной ситуации эту инстанцию достоинства в себе открыть. Ну вот ужасы XX века показали, и концентрационные лагеря показали, что можно довести людей до такого состояния, что вернуться к этой инстанции, восстановить эту инстанцию становится практически невозможным. И очень интересно, вот Джорджи Агамбин размышлял также о том, что пережившие опыт, выжившие узники конституционных лагерей, затем возвращались тоже в некое новое состояние. Он называет их состоянием свидетеля, когда ты становишься голосом всех умерших, чувствуешь ответственность за то, что ты выжила, остальные погибли. И в общем, можно сказать, становишься таким, да, не субъектом, да, субъектом, который подчинен, да, вот это вот приносит себя в жертву, да, ответственности за те ужасы, которые произошли, хочет говорить от их лица. И вот это вот тоже такая метаморфоза, да, которая происходит, когда больше нет ресурсов для того, чтобы человеческое достоинство отстаивать. Ну и после Ханны Арендт, можно сказать, ну не только, да, Ханны Арендт, но всем тем философам, которые анализировали вот все ужасы 20 века и, в частности, трагедию Холокоста, произошла конкретизация понятия человеческого достоинства. Человеческое достоинство, ну, можно увидеть, да, где-то это пересекается с Кантом, где-то, может быть, как-то все-таки выходит за пределы кантовской концепции. Чувство собственного достоинства связано с тем, что мы являемся источником, субъектом действия, а не объектом принуждения. У Канта, Кант полагал, что автономные существа – это самозаконодатели, да, мы должны устанавливать законы, по которым будет жить наше общество, и благодаря этому мы будем уважать себя и друг друга. Ну, вот Ханна Арендт и другие философы конкретизируют, что еще, да, самозаконодателям этого нужно дойти, да, что чувство собственного достоинства – это возможность быть действующим субъектом, да, источники действия в себе открывать и бороться с принуждением, да, с тем, что кто-то использует вас в своих интересах, подчиняет, унижает, ну, и для этого тоже, да, нужны условия, это в разных ситуациях, для этого у разных людей есть разные ресурсы и возможности. Чувство собственного достоинства Ханна Арендт связывала со спонтанностью действия, с самопроизвольностью человека начать что-то новое, исходя из собственных внутренних ресурсов, нечто такое, что нельзя объяснить как простую реакцию на внешнюю среду и обстоятельства. Один из выживших узников концлагеря Бруна Биттельгейм связывал человеческое достоинство, чувство собственного достоинства с возможностью в любой ситуации выбирать свое собственное отношение к происходящему. Ну и Ханна Арендт размышляет о том, что человеческое достоинство, чувство собственного достоинства, это также такой внутренний диалог, да, вот это вот в любой ситуации выбирать свое собственное отношение к происходящему связано с тем, что я могу в самой себе, да, вести диалог, могу доверительно относиться к себе, открыть в себе этого равного другого, который будет меня критиковать, и что вот эта вот процедура, что мы можем вести этот разговор внутри себя и доверительно относиться к себе, становится основой для уважительного отношения к другим. Ну и Ханна Арендт говорит, что это также способность следовать голосу своей совести. Ну и если еще немножко посмотреть, да, что разные, разные философы писали о человеческом достоинстве после трагедии Холокоста, то такой тоже важный исследователь Авиши Маргарит, который много тоже писал о том, как трансформируется и человеческое достоинство, и права, и самопонимание в ситуации трагедии Холокоста, Холокоста писал о том, что без чувства собственного достоинства люди превращаются в совокупность ограниченных реакций, реакций, что без чувства собственного достоинства мы отвращения к себе испытываем, нет у нас возможности заботы о себе. И цитата «Жестные унижения почти всегда нацелены на то, чтобы показать жертве, что она больше не распоряжается своей судьбой и отдана на милость или, скорее, находится во власти своих мучителей». Можно, да, сравнить с тем, что говорил Канн, да, возможно, эти определения можно видеть как конкретизацию, да, того, что Канн говорил, что мы являемся внутренней ценностью, мы являемся не средством, а целью, да, можно подумать, насколько это расширяет, да, меняет или просто уточняет то, что Канн определял. Канна Арент также дополняла, что уважение человеческого достоинства предполагает признание моих друзей, дружественных наций субъектами, строителями мира и соратниками по строительству общего мира. То есть в отличие от Канта, да, Канна Арент считала, как и Адиши Маргалиты, практически все философы XX века, недостаточно только мужества и решительности, а нужны новые практики, новые институты и в том числе строительство общего мира, да, и усилия разные для того, чтобы люди не становились заложниками политики, государств или воли отдельных сообществ, да, чтобы могли выходить за их пределы и признавать друг друга как людей. Ну и выводы еще какие можно сделать, да, что как вот у нас, как Ханна Арент сформулировала парадокс прав человека, который все-таки, да, был важным шагом к его преодолению става создания всеобщей декларации прав человека, да, возникли законы, механизмы, практики, институты, которые стали защищать человеческое достоинство, и права человека, но, тем не менее, это не отменяет того, что человеческое достоинство остается хрупким, да, потому что вообще люди – хрупкие существа, и современные теоретики, и феминистские теоретики, к примеру, Джудит Батлер отстаивают идею, что признание хрупкости не должно означать ее отрицание, да, когда мы признаем свою хрупкость, мы понимаем, что нам нужна поддержка, что многих целей мы можем добиться только вместе с другими людьми, и есть целый ряд людей, групп, которые нуждаются в этой помощи постоянно, о детях мы можем подумать, о людях старшего возраста, да, и эта хрупкость – это категория, которая позволяет нам понять, насколько важна солидарность общественная, да, ну и к понятию справедливости, да, которая у нас еще остается перейти важному, вот, и, как я уже с самого начала говорила, да, получается человеческое достоинство, с одной стороны, когда мы открываем его, да, и понимаем, что мы субъект, можем быть субъектами действий, да, что никакое нас сравнение с другими людьми не отнимет, да, эту способность быть субъектами, то есть это дает нам силы. С другой стороны, в ситуации, когда институты, практики, культурные, культурные практики, общественные практики угнетают нас, да, не позволяют нам действовать по собственной воле, принимать свои решения, мы, когда эти практики насильственные, да, мы понимаем, насколько сложно быть субъектом, да, насколько нужно много усилий прикладывать, и что эти усилия, они обязательно связаны с демонстрацией силы, да, что эти усилия могут иметь форму заботы, поддержки, и это тоже важнейшая составляющая понимания и прав человека, да, и нас как носителей достоинства. Ну и Юрген Хабермасс, тоже такой важный философ 20 века немецкий, полагает, что человеческое достоинство выражает сегодня неделимость основополагающих прав, не только гражданских и политических, о которых мы говорили, да, вот, о которых речь идет в декларации прав человека и гражданина, но и третьей генерации прав человека, социальных и культурных прав, потому что без этих прав, без реализации социальных прав, к примеру, у нас может не оказаться сил для того, чтобы отстаивать свои политические права, и это тоже такой важный вопрос и важная составляющая борьбы сегодня за права человека в том, чтобы учитывать все права, да, не только гражданские и политические, социальные и культурные, и Хабермасс говорит, что их учет, да, их взаимосвязь напрямую коллирует с тем, как мы будем уважать, защищать человеческое достоинство. Ну и в связи с этим современные философы переходят в понятие человеческого достоинства, к достойной жизни, поскольку полагают, что вот есть это такая длительная традиция, когда мы человеческое достоинство возводим к разуму, да, к тому, что мы, как разумные существа, принимаем, берем на себя долг, да, отстаивать себя как субъект и помогать в этом другим, но к этому человеческое достоинство не сводится, да, то есть есть разные группы людей, да, я уже провалила, и дети, люди старшего возраста, люди с инвалидностью, гендерное равенство у нас все еще не достигнуто, да, и поэтому для того, чтобы люди могли жить достойной жизнью, да, жизнью без насилия, жизнью, в которой они могут быть субъектами своей собственной жизни, им нужно не только разумные решения, да, им не только нужно быть разумными и волевыми существами, но и нужны практики, институты, которые будут их поддерживать, да, специальные права, к примеру, обеспечивать не только гражданские, политические и достойная жизнь является более широким понятием. Ну и последнее, да, то, что я хотела сказать, это то, что как в связи, да, с этими, с изменением понимания человеческого достоинства, конечно, ведет к новому взгляду на свободу, равенство, справедливость, есть солидарность и справедливость. Во второй половине XX века появляется, Этьен Болибар, французский философ, вводит понятие свобода равенства, чтобы подчеркнуть, что свободы, да, и нашу борьбу за свободу, мы не должны противопоставлять равенству, и связано это с тем, что если мы, да, будем отрывать свободу от равенства, то могут возникнуть, да, в обществе группы, в принципе, они возникают, да, которые используют свою свободу для того, чтобы эксплуатировать других людей, другие группы, и поэтому мы должны следить за тем, чтобы и человеческое достоинство, и свободы были у всех граждан, да, чтобы базовые, чтобы права человека не ущемлялись у всех людей, да, ни у одного человека и ни у одной группы. Еще одно изменение, которое происходит, если мы вернемся к французской декларации, великой французской революции, то речь в ней шла о негативной свободе, да, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода других, но если мы понимаем, да, по-новому человеческое достоинство, как уважение человеческого достоинства требует, да, уважение других людей со стороны других людей, то, в общем-то, свобода – это не только свобода от других людей, но и она реализуется вместе с другими людьми, и поэтому для этой реализации необходимо солидарность и горизонтальное сообщество. В принципе, в французской, в декларации прав человека и гражданина и в пафосе Великой французской революции вот эта идея свободы вместе с другими выражалась в понятии братства, да, но, как тут и в комментарии правильно заметили, сегодня речь идет о солидарности, о разных формах солидарности, о необходимости расширения солидарности, ну, вот и одним из важнейших понятий, которые с возможностью солидарности сегодня связаны, это понятие горизонтальных связей. Ну, и свобода и равенство важны для обеспечения самих прав, потому что права человека гарантируются сегодня, да, в нашем представлении, в первую очередь, да, ни Богом, ни природой, да, есть те, кто интерпретирует, да, связывают, конечно, с... религиозное обоснование предлагают прав человека, но, в принципе, если мы обратимся к всеобщей декларации прав человека или к пониманию прав человека на основании всеобщей декларации прав человека, то носителем является сообщество свободных и равных граждан, поэтому свобода и равенство и права человека, да, друг к другу отсылают, друг друга поддерживают. Ну, и философы говорят о том еще сегодня, что равенство является многосоставным или существует во множественном числе, и хотела бы в завершении привести цитату. Если мы говорим о равенстве во множественном числе, то почему мы говорим, да, поскольку сегодня возникает вопрос равенства для кого, исходя из какого критерия, равенство чего, по отношению к кому, и мы сегодня, да, перед нами задача достичь равенства в различных сферах, да, это может быть реальное политическое участие, да, то есть не только политическое участие, вроде бы оно сегодня на уровне конституции гарантировано, да, но гарантировано ли оно на уровне политического процесса, да, или существующих практик. Равенство доходов, свобода от страдания, равенство в счастье, гендерное равенство, равенство с точки зрения удовлетворения потребностей, равенство реальных возможностей. И речь идет, согласно современным философам, да, Амартия Сен, вот один из таких видных теоретиков справедливости, который защищает идею инклюзивной справедливости, что мы должны в каждом обществе, в каждой конкретной ситуации решать, да, как, за какое равенство нам бороться, да, или мы боремся за, реализуем равенство во множественном числе, да, не отдаем приоритеты какому-то равенству, или какая-то ситуация вынуждает нас, да, экстренное все-таки уделить какому-то равенству больше внимания. В общем, это не готовые ответы, да, это вопросы, которые сегодня перед нами стоят и толкают нас на то, чтобы работать, разбираться с ситуацией неравенства, а не просто следовать идеалу справедливости, да, и, в общем, это вопрос о том, можно еще такой, еще более общий вывод сделать о том, что и понятия свободы, и понятия равенства, и человеческого достоинства продолжают конкретизироваться, и понятия справедливости продолжают обсуждаться, и тем самым также влияют на то, как сегодня защищаются права человека, да, как мы за ней боремся, в каких новых документах они находят выражение, то есть это такая взаимная дискуссия, взаимное обсуждение. Ну вот. Супер. Спасибо большое. Оля, там был комментарий один еще про Канта. Наталья спрашивает, можно ли сказать, что угнетение – это достаточно сильное свойство натуры? Прокомментируешь. Ну, у Канта было такое понятие гетерономии, да, когда мы действуем, когда нами распоряжаются другие люди, мы не по своей воле действуем, а по принуждению. Ну, Кант достаточно схематично на это отвечал, да, например, он разделял, вот у нас есть этот рациональный субъект, он может по своей воле делать, действовать, а как эмоциональные существа, да, мы, скорее всего, или даже там сто процентов случаев окажемся во власти других людей. То есть у него такие были достаточно простые, да, различия, вот, и, как я уже говорила, его ответ был простой – мужество и решительность. Вот. Но, в принципе, у Канта есть этот прекрасный текст, газетный текст, ответ на вопрос, что такое просвещение, 1786 года. Я дату помню, потому что через 200 лет Фукона писал ответ на этот текст. И в этом тексте Кант размышляет о том, что вообще жить в ситуации опекунов, когда за тебя все решают, удобно, да, когда за тебя решает, он там размышлял, церковь решает за тебя, что там правитель за тебя решает, да, книга за тебя решает, да, те, кто тебя учат, за тебя решают, вот, и это удобно, и нужно набраться мужества и решительности, чтобы этому противостоять. Но, в общем-то, как бы отчасти можно согласиться, да, но на самом деле все гораздо сложнее выглядит, и мы сталкиваемся, конечно, со структурным угнетением, со структурным неравенством, его сложно опознать, сложно понять, как оно работает, да, сложно понять, какие институты его поддерживают, какие нет, какие практики поддерживают, какие нет, разные социальные группы с разными формами угнетения сталкиваются, да, и, конечно, Фуко вот через 200 лет, поэтому и написал ответ на этот текст, потому что сказал, что это, ответил, да, что это политическая задача, да, общество должно быть устроено таким образом, чтобы оно помогало нам становиться, ну, вот этими автономными существами, да, и что это политическая задача, а не только вот задача конкретных людей, быть мужественными и решительными. Спасибо. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы, можно задать голосом, написать в чатик, как вам удобнее. Что хотелось бы узнать еще? Валдир? Да, всем-всем привет, добрый, еще очень рад всех видеть, и очень рад был услышать от Ольги этот экскурс по понятию достоинства. Я над чем задумался, когда особенно был блог про Канта, я задумался о том, была ли возможность в жизни, были ли ситуации у Канта, да, когда он сталкивался, мог столкнуться с людьми, у которых агентность, да, возможность влиять, да, на жизнь вокруг была крайне минимизирована, да, то есть люди в рабстве, люди в эксплуатации. Я вот начал об этом думать, представлять, да, потому что, ну, я не сильно знаю его биографию, то есть не настолько глубоко, да, кроме в основных каких-то этапов, и просто вот интересно, был ли у него такой опыт, и он его либо проигнорировал, либо он все равно, находясь в ситуации привилегий, как бы не смог представить этот, да, опыт и поговорить, потому что Ханарин, да, она у нее была возможность говорить с людьми, которые находились в ситуации просто уничтоженной агентности, да, вот, а вот Кант тогда, и вот я подумал, если бы у него была возможность, шанс тогда, да, вот с кем-то встретиться, с кем-то поговорить об этом, да, могло ли это повлиять на его философии и, соответственно, да, возвращаясь на там 200, почти 300, ну, 250 лет назад, да, какой мог бы быть эффект сегодня? Просто стоял себе на этой мысли. Как вы думаете? Ну, вот я тоже как-то надо, надо там более тщательно читать биографию Канта, но вообще один из фактов, Кант всю жизнь прожил в Тёнингсберге, но при этом он ввел переписку обширную и, в принципе, следил тщательно, да, за исследованиями в самых разных областях и, ну, в общем, этот дух рационализма, который, да, вот с одной стороны, он важен для того, чтобы, ну, вот это вот человеческое сообщество могло опираться на само себя, да, и представить себя как такое законодательствующее, но для этого нам действительно надо и формулировать идеи, да, формулировать принципы, представления, аргументацию, вести друг с другом разговор про это, и, в принципе, всё это Кант и отстаивал, да, но вот вопрос этих, этих преград, которые есть у людей, групп, для того, чтобы участвовать во всём этом, быть такими рациональными субъектами, ну, не знаю, наверное, это всё-таки, с одной стороны, можно сказать, что это какой-то такой дань времени, да, и пафос, да, с другой стороны, этот рационализм, он ведь восходит, я не знаю, там, грекам, это разделение на то, что есть у нас эта рациональность, есть этот чувствующий субъект, чувствующего субъекта нужно подчинить, и это тоже связано, конечно, с гендерным неравенством, и с тем, что целый ряд, в общем, эти чувствующие субъекты, это и есть люди, которые, не знаю, выполняют неоплачиваемый труд и позволяют философам мыслить и иметь для этого досуг, да, там, женщины, рабы, или те люди, которые, заняты трудом таким тяжелым, да, и то есть это такая, могло бы быть иначе, могла бы эмансипация пойти другим путем, да, сразу с не только созданием этого рационального субъекта, который противопоставляет себя вот всем этим иррациональным и имеет право их подавлять, да, это, конечно, ну, такой интересный вопрос, можно было бы эту альтернативную историю попробовать написать, ну, где-то это связано, конечно, с тем, наверное, как мы сами, там, я не знаю, взрослеем, хотя сегодня уже, имея все эти, всю эту критику рационализма, когда мы должны себя понимать как чувствующие, как хрупкие. Тут получается такая ситуация, что я уже из ситуации современной привилегии знания, да, говорю об этом, типа, вот, чувак, а как насчет рабства, да, ну, хотя он, ну, тоже, насколько он был с этим связан, насколько он контекст сильно понимал, чувствовал, находясь в Кёнигсберге, да, в те времена, ну, да, вот я просто об этом подумал, слился на мысли, и, да. Спасибо. Еще вопросы? Нет? Комментарии? Бодрое утро понедельника. Может быть, я, да, Елена, пожалуйста. Я попробую задать, может, это наивный вопрос, конечно. В общем, вот меня в последнее время, ну, достаточно в последнее время беспокоит такой вопрос насчет прав человека, ведь мы сейчас в мире в связи с тем, что у нас много разных национальных государств, все находимся в очень разных контекстах, и, ну, хотя эта проблема глобальная в таком формировке для нас, например, стоит, для многих это вообще еще даже не на уровне дискуссий, и вообще даже не на уровне каких-то обсуждений. Вот, как вообще, ну, или даже в каких-то странах, я думаю, до этого еще вообще очень далеко для таких каких-то рассуждений, и, возможно, есть какие-то страны, где этот вопрос не то, что не поднимался, непонятно, через какое время вообще будет подниматься. вот как мы вообще в мировом сообществе с этой ситуацией взаимодействуем. Вопрос о правах человека и человеческом достоинстве. Да, да, да. Спасибо. Ну, вообще, разного рода исследования как раз показывают, что практически в любой точке земного шара сегодня есть, ну, если это не общество в целом, то группы, которые борются за права человека. Да, то есть в самых сложных условиях борются и за гендерное равенство, да, и за дискриминацию по разным признакам. То есть это очень тяжело, да, мы по своему собственному опыту знаем, да, что есть страны, в которых это очень сложно делать, но как раз глобализация позволяет этим опытом делиться, позволяет делиться знанием, делиться навыками, как вообще, как в самых сложных условиях, что можно отстоять, да, с каких прав начаться и как как на уровне каких, я не знаю, повседневных практик бороться с дискриминацией. То есть у меня вот после там знакомства с разными исследованиями как раз, ну, есть какой-то оптимизм, да, просто неравенство связано с тем, что в ряде стран это делать очень сложно, и люди подвергаются очень серьезной дискриминации, которую просто сложно вообразить в странах, где демократические институты работают, но, тем не менее, да, в странах с хорошо работающими демократическими институтами тоже хватает дискриминации, неравенства и отказа людям в реализации их прав. Мария, рука. Я хотела как раз по поводу того, что вот разрыв между мирами, я сейчас живу в Норвегии, я из Беларуси, но я, в общем, учусь тут, и мне кажется, что вот здесь то, что я вижу как-то другая сторона политичности, то есть люди, им очень сложно представить, то есть я даже все им описываю, ну, то есть вот, у меня просто было очень много эмоций после Беларуси, я пытаюсь им рассказывать, они не понимают, то есть, ну, и как они будут бороться за права людей в других странах, когда, ну, это даже не в их рамках познания, и даже вот ситуация с Украиной, они, ну, как бы, им не нужно этого знать, они не хотят, их это триггерит, они просто не интересуются, ну, то есть я понимаю, как бы, то есть я очень повлечена сейчас в эту историю, потому что это мое какое-то тоже личное дело, и вот из этого разрыва, мне кажется, несмотря на глобализацию, мы гораздо больше связаны экономическими какими-то узами, то есть глобализация экономическая, то есть мы не можем трейд разорвать, но при этом нам очень легко закрыть глаза на какие-то вот страдания, даже если это в центре Европы происходит, то есть видят, ну вот, а что им, то есть в Норвегии есть своя нефть, то есть они вообще никак не задеваются, по сути, этой ситуацией глобально, и мне кажется, это вот как раз разрыв, и из-за этого очень большая проблема, что, ну вот, его почти невозможно в данном этапе как-то искоренить, и я не понимаю, вот, что с этим делать, на самом деле, как людей, даже не представить даже себе не могут. Ну, вы знаете, вот это и так, и нет, да, есть какие-то, к счастью, аргументы в пользу того, что прямо на наших глазах происходит изменение, потому что, вот, я в Германии сейчас нахожусь, и буквально накануне войны в Украине были опросы общественного мнения, и было много публикации на тот счет, что в немецком обществе нет эмпатии, большинство граждан, гражданок немецкого общества не поддерживало Украину, и когда началась война, общественное мнение изменилось радикально, сейчас Украину поддерживают 80 или даже больше процентов, появилась эта эмпатия, огромная солидарность в немецком обществе, и, в общем-то, вот, накануне войны писали тут, что нет эмпатии, вот солидарность связывают не только с тем, что мы там знаем о правах, да, там как-то понимаем, что права ущемляются, но когда мы действительно чувствуем, да, когда это люди, ну, вот это равенство возникает, да, такие же, как мы люди, и мы можем сопереживать, они в тяжелой ситуации находятся, и вот в немецком обществе сработала эта эмпатия, хотя с этой эмпатией были проблемы на других волнах миграции, да, мигрантов из других стран, про это тоже сейчас пишут, и, наверное, эта тема меня солидарности тоже интересует, что как-то с темой, и понятием, и практиками солидарности нужно дальше работать, да, и, ну, то есть не только, не только солидарность, да, то есть понятно, что и про права человека дальше нужно говорить, да, и про человеческое достоинство, достоинство, и, не знаю, мне все-таки кажется, что в демократических странах общество влияет, да, на те решения, которые принимают политики, хотя в Германии сейчас не хватает, да, в общем, общество изменилось, а политики не принимают тех решений, которым бы хотелось политикам, вот, ну, то есть получается, с одной стороны, этот механизм, когда общество влияет, и общество может быть проводником солидарности, с другой стороны, вот, есть разрыв между политическим уровнем и общественным, тоже проблема, да, то есть в принципе, это такая комплексная проблема, но, но даже вот в этой ситуации войны, я бы сказала, что мы можем выводы какие-то сделать и увидеть, что работает, а что нет, и что мы можем, да, какие практики усиливать, и вот этот, ну, например, что делать с этим разрывом между общественным мнением, обществом и политиками, это вот такой вопрос, и в Беларуси мы с ним сталкиваемся, да, и в демократических странах, есть проблема. Про разрыв хотела заметить, про то, что мы там тоже живем в Беларуси, вряд ли сильно думаем про проблемы женского обрезания в каких-нибудь африканских странах, или в Центральной Азии еще где-то, то есть есть много проблем, которые мы тоже не замечаем, хотя, казалось бы, чувствительность должна какая-то быть на фоне всего, с одной стороны, а с другой стороны, там сейчас тренд, который мы замечаем во многих европейских странах, когда люди на бытовом уровне агрессивно реагируют, надеюсь, в Беларуси с тезисом, сделайте что-нибудь, и людям очень сложно объяснять, что вообще-то у нас нет механизмов сделать что-то, да, то есть у вас, может быть, есть механизмы воздействия, у нас немножко сложно, да, вот в таких вещах разрыв, правда, может чувствоваться, но мне кажется, что, ну, тут очень много факторов воздействуют, да, и солидарность, и мхонезмпатия, информационные каналы, и готовность к какой-то информации, готовность брать ответственность за реакцию эту информацию, мне кажется, это такой очень серьезный, большой срез, и понятно, что проще сомберизироваться на очевидно несправедливую военную кампанию и агрессию, чем там на какие-то проблемы более узких групп в более отдаленных территориях. Я не верю, еще рука вижу. Пожалуйста. Да, у меня есть вопрос по поводу того, что Настя сказала. У меня такой вопрос, а нужна ли действительно эмпатия такого уровня как с тем проблемам в тех невещенных групп, и будет ли это только мешать, и на пользу ли это придет, потому что там мы озабочены всеми проблемами всех уязвимых групп, сложнее сосредоточиться и решать какую-то из них. И это, наверное, влияет на уровень толерантности к нашим целым проблемам. То есть, когда мы на все очень эмоционально реагируем, и в любую проблему реагируем эмпатично, возможно, качество нашей эмпатичности падает, и в итоге мы не можем ничего обоценивать эмпатично. Мне кажется, что это больше разговор про психологию, чем про социологию, или какие-то такие вещи, потому что механизм эмпатии поддельный. Мне кажется, что если у тебя есть радар эмпатичный, то он будет работать, если ты себя не перегружаешь. То есть, это уже твоя зона ответственности с ним работать, мне кажется. Но это, не знаю, насколько сейчас. Ну, на самом деле, на самом деле, кого-то там, те, кто этикой занимается, этот вопрос очень интересует, и действительно различают вот эту солидарность, эмпатию на уровне близкого круга и широкого круга. И есть споры на этот счет, да, как это работает, и как могут распределяться ресурсы. То есть, это не только психологов, и социологов, и философов этот вопрос тоже интересует. Ну, и мир все-таки, глобализация, да, хотя мы говорили, что она там во многом экономическая, но все-таки не только, да, и нам люди стали ближе, да, и мы ведь сегодня без каких-то феноменов культуры других стран уже и жить не можем, да, и какие-то политики, может быть, да, и фигуры нам ближе тех, которые в нашей стране находятся. То есть, в принципе, эта переплетенность есть, и вот вопрос, как ее, как вот эту вот переплетенность использовать, да, для того, чтобы мы друг другу помогали, не были равнодушными. И то, что ресурсы, конечно, ограничены, да. Наталья. Да, добрый вечер всем. Я хотела бы вот в продолжение темы, хороший такой вопрос, который нас затронуло. Я думаю, как раз-таки сегодняшняя ситуация, такая острая и просто какая-то пахальная, она, наверное, как раз-таки может быть наоборот заставить задуматься многих о том, что мы чего-то упускаем где-то, и что прибудет к такому, вот, огромному, и мы упускаем какие-то мелкие моменты, которые могут к этому привести, и надо стоять на страже, нужно постоянно превентивно как-то, и все время, как бы, руку на пульсе держать. И, например, лично я задумалась, ну, как бы мы постоянно знаем о том, что есть голод в Африке, и другие проблемы, и так далее, и так далее. Но сейчас, наверное, многие люди просто задумаются, задумаются о том, что действительно есть проблемы еще и других, и к чему может быть, к чему может привести какие-то вот, какие-то, ну, к чему может привести то, что сейчас, что где, как быть, то есть связи, люди сейчас есть вот эти связи, наверное, логические, у людей сейчас это пробудило эмпатию сумасшедшую, и, наверное, и, возможно, это произойдет в сознании сейчас, как у многих людей, сейчас вопросы они будут задавать, они видят это все, слышат сейчас от многих, допустим, я думаю, что, наверное, наоборот, я верю в лучшее в этом плане, что сейчас этот, это мощнейший триггер для всех задуматься, как бы, ну, вот так-то так. Спасибо. Мне вот еще две вещи пришли в голову, наверное, вот эта солидарность, да, которая от нас, в принципе, требуется сейчас, чтобы она была такой разнонаправленной, может эмпатия и солидарность на разных уровнях реализовываться, то есть кому-то мы можем помогать, про что-то читать только, да, по поводу чего-то, не знаю, там, может быть, не следить за информацией, но с друзьями обсуждать, и, в принципе, если у нас в какой-то момент найдутся ресурсы, про то, что мы когда-то прочли, мы можем на это эмпатично отреагировать, да, то есть, в принципе, наши там знания, переживания, да, общение, это тоже все-таки разные сферы для того, чтобы, откуда, да, солидарность, эмпатия могут вырасти. И второе, я подумала, что есть еще сегодня глобальные повестки, как, например, экологический кризис, которые делают совершенно неизбежным, то, что мы вместе с другими людьми боремся и согласовываем действия. Мне кажется, что это тоже такая, ну, как бы, это катастрофа, да, к чему мы движемся, к чему можем прийти, но, в принципе, это, ну, как бы, основа, тоже это нас толкает к тому, чтобы не закрывать глаза, да, на эту глобальную повестку и быть чувствительной и к другим глобальным повесткам. Да, да, я хотела еще сказать, что как раз-таки люди сейчас в общении, вот в том, что они общаются на эти темы сейчас, больные, острые, чувствительные, они как раз-таки очень много дается различной информации, ссылок на источники, да, вот, как бы, многие узнали Анну Харин, имя ее, допустим, сейчас, потому что я вижу в Фейсбуке, как очень много идет ссылок на различные художественные произведения, философские произведения, люди просто цитируют отдельно, допустим, да, и у многих просто-напросто это приводит к каких-какому-то, ну, такому развитию, да, именно в этом плане, вот в эту сторону. Да, Елена? Я немного, да, просто вот как раз я тоже хотела сказать насчет вот эпатии, да, ко всем проблемам, и то, что вот Ольга как раз сказала, что есть проблемы, которые, ну, проблемы, повестки, которые касаются всего человечества, и когда мы говорим о правах человека, мы же тоже говорим о всех, ну, вроде как мы говорим о всех людях в мире, да, мы подразумеваем, что мы все как бы этого заслуживаем, вот, и мне кажется, в таких вещах как раз-таки важно, чтобы как много больше людей знали о том, что у них есть эти права, что у них вообще есть эти достоинства, как-то вообще узнавали об этих концепциях, потому что если, ну, то, что происходит сейчас в других странах, очень сильно влияет и на нас, то есть мы должны понимать, что если мы, ну, если где-то будут проблемы с этим, это значит, проблемы эти могут снова прийти как бы к нам, и вот меня, что очень как бы пугает, насколько сложно распространить вот эти идеи, да, и насколько легко и быстро распространяются какие-то вот националистические идеи, и мне кажется, это какое-то, все время меня это вот напрягает, что это какое-то неравное противостояние, ну, почему, почему это проще, вот. Палдис? Да, вот, я не знаю, просто я сейчас такой пошел флоу, около позитивный, да, а я, короче, переживаю немножко за один аспект, который сейчас очень мне болит, да, на фоне войны, правочеловечный и вопрос достоинства и эмпатии и всего остального, да, и признание равенства, достоинства других людей, в том числе других, да, например, вот эта тема расчеловечивания, которая сейчас происходит, да, с одной стороны по понятным причинам, но, ну, потому что война, да, и это вопрос выживания, да, ну, этим оправдывается все, что происходит, да, и это понятно, но все равно мне ужасно больно, да, видеть вот эти нарративы, да, которые, ну, военная журналистика, она называется, которая военизирует, милитаризирует, да, от других представлений, от других, декоммунизирует их, оправдывает убийства, да, и зверства, которое происходит ради сохранения нации и безопасности своей, да, своей группы, вот, и как бы я очень всегда переживаю за то, как это может влиять на обращение с военнопленными, да, и вообще на применение оружия, да, на способы, при этом из того, что мне пока удавалось, удавалось написать, как минимум о том, как они по личному нарративе, да, транслируют с украинской стороны, да, обхождение с военнопленными, уроки, которые вот в 2014 году, вот после начала конфликта, да, и в оккупации, и первых, там, территорий, да, оккупированных, мне кажется, что тот нарратив, который сейчас есть в украинских медиа, который показывает стремление соблюдать женевские, соглашения, уважать достоинства военнопленных, обращаться с ними, мне кажется, что в этом огромная заслуга есть правозащитных организаций, да, и не государственных, которые с 2014 года, мало того, что пытались быть, да, в теме, они при этом очень много документировали и работали с государственными органами и с армией в том числе, украинской и международным сообществом, и, да, когда в кучу набросал всего, да, вот, и, я не знаю, я бы хотел скорее поделиться, и если вдруг у вас есть какие-то соображения тоже на эту тему, было бы рад услышать. как раз будет семинар в пятницу на права рекламы, спасибо вам. Я еще подумала, ну, я бы совершенно согласна с тем, что это работа, да, все, что все, кто защищает права человека, могут это делать, должны это, к сожалению, какой-то такой, возвращаемся к канту, нужно на себя этот долг взять. Я подумала еще о таком аспекте, как сейчас во время войны животных спасают, да, как бабушки, которые сами такие очень хрупкие спасают, еще более хрупких, это может быть тоже какой-то такой важный фактор, о котором нужно говорить, что мы вообще, вот мы тем самым остаемся людьми, и давайте друг другу дальше оставаться, да, не дегуманизировать друг другу, потому что, смотрите, как мы и животных, о животных заботимся, да, то есть все чувствующие существа равны, несмотря на то, говорят они или на разных языках говорят, в принципе, эти связи эмпатичные мы видим, да, может быть, какие-то такие примеры нужно, ну, объяснять, да, что это вот так должно работать, да, мы должны друг друга поддерживать даже в самых тяжелых условиях, потому что уже это делаем, да. Да, давайте, Мария, последние комментарии и будем плавно завершаться, хорошо. Я хотела, как сказать, как раз, про это чувство долга, что мы должны брать все ответственности, я на самом деле считаю, что должны, потому что, ну, я, в общем, член НГО тоже, и я думала, что у нас очень важная цель это образование, сейчас я понимаю, что оно необходимо, если мы хотим такого в будущем больше никогда не допустить, мы просто должны, ну, пытаемся предотвращать, потому что это гражданское общество, которое воспитывается, что это осознанность, что где-то там какие-то решения принимаются, что мы должны, ну, мочь на это все влиять, и мне кажется, это безумно сейчас важно и ценно, и вообще все институты, они тоже будут перекраиваться сейчас, и вот на территории стран, которые сейчас задействованы на военном конфликте, и европейские страны, которые, ну, тоже, на них это очень сильно скажется, и, не знаю, то есть это просто, как бы, мы как будто вот перед лицом нового мира, вот как после, второй мировой мир обрушился, чтобы потом заново восстановиться, то есть все начало переделываться, мы сейчас, по сути, перед лицом того же самого, только практически на сто лет позже, и, ну, не знаю, мне кажется, вот как раз про это ответственность, что мы должны быть сейчас таким сильным поколением, которое, ну, будет все восстанавливать, и, ну, не знаю, то есть меня это как-то так оформилось, то есть я готова брать эту ответственность за вот, ну, как бы, я просто на мотивации, видимо, какой-то, потому что я, ну, как-то вовлеклась сильно. Ну, по канту, когда мы берем ответственность, мы утверждаем свое достоинство, не все это могут, не у всех есть силы, но если мы можем, то, в принципе, это усиливает нашу, эту субъективную составляющую, нас как агентов, да, а не тех, кто за нас решает, нас как ценность мы продвигаем дальше, да, независимо от того, как нас будут оценивать, мы считаем, что это важно, мы это делаем, то есть, в принципе, Кант тоже считает, да, такой кантской логике, просто, ну, мы понимаем, что все сегодня сложнее, можно найти оправдание, есть много сложностей, но, да, то есть, это то, что мы источник действия, и можем быть, и нужно усилия прилагать, никуда не денешься. хорошо, спасибо вам большое, спасибо вам за сегодняшнюю лекцию, вам за активное участие, что находите время послушать, и поговорить про такие важные темы, мне очень удивительно в какой-то степени, что разговор про ценности прав человека перешел в разговоры, там, про эмпатию, про солидарность, про нашу реакцию, показывает, насколько важно взаимосвязаны эти вещи, я надеюсь, что все это поможет нам укреплять ценности, продвигать их на разных уровнях, поэтому спасибо большое, и оставайтесь с нами, завтра у нас лекция по теме, как появились непосредственно Human Rights, как юридическая конструкция, которую взяли вот эти ценности уже в свою практику, в пятницу у нас семинар по теме право-четово-конфликтов с профессором Константином Литеревым, и еще серия мероприятий, можете следить за анонсом, подписывайтесь на наш Инстаграм, и будет подстраница, где мы соберем самые важные тезисы, записи со всех этих мероприятий, поэтому оставайтесь с нами, и хорошего вам вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!